Музыка Город Берегова. У нас через несколько дней Пасха. Это большой праздник в нашем городе. А здесь передо мной стоит человек Артем, который родился в Сумах и теперь долгое время уже находится в нашем, в моем любимом городе. Артем, когда ты первый раз слышал слово Берексас? Берексас слышал, когда первый раз приехал. Сначала я приехал в Зужгорода сюда и услышал. Сначала это было как-то непривычно, как бы приехал и тут больше процентов населения говорит на венгерском. Я сначала не понял, что это такое. Ну а потом привык, как бы освоился и все нормально. Как ты сюда очутился? Почему? По работе приехал, это была середина лета. Приехал на пару часов. Двоякое мнение оставалось поначалу. Сначала. Ну потом, я же говорю, мнение поменялось. Потом ты приехал сюда еще несколько раз. Как ты это все воспринял? Это же Украина, говорят. Ну что я могу сказать, это город очень мне понравился. В первую очередь за тем, это как, сколько я проездил по Украине, это самый тихий, самый спокойный город. Который, ну ничего тут такого плохого не происходит. Люди все мирные, все дружные, все приветливые. Очень хорошо относятся к приветливым людям. То есть здесь можно говорить, как на украинском, как на русском языке, как на венгерском. На любом ты можешь говорить, к тебе не посмотрят, не подумают, откуда ты приехал и чего ты так говоришь. Очень хорошие люди. Это в первую очередь. Мне очень это понравилось. Я никогда Берегова не забуду. Хотя я же говорю, по первому приезду я так не думал. Таких людей просто нету нигде больше. Ты один раз сюда пришел, тот приходит сюда еще раз. Ты потом уехал и снова пришел. Почему пришел еще раз? То есть мне понравилась гора, так же самое я сюда приезжал по работе и так же самое. Ну изначально тоже мне нравилась работа. А изначально я приезжал сюда работать. То есть меня все устраивало. Зачем что-то менять, то, которое устраивает. У тебя здесь плюс и девушка появилась в близости. Она тоже сыграла какую-то роль? Конечно, конечно. Моя девушка с Хуста, то есть, конечно, это тоже было фактором таким, который... Ну Хуста я не хотел туда ехать. Я хотел как бы, чтобы быть недалеко. То есть я к ней мог выехать, и она ко мне выехала. То есть это тоже играло роль. Ну и в дальнейшем она тоже ко мне частенько приезжала, я к ней ездил. То есть это тоже, конечно, играло роль. Я ехал на Закарпатте, тоже я хотел найти вторую половинку. Вторую половинку хотел найти отсюда. То есть я, в принципе, то, что хотел, я сделал, в принципе. Я не жалею, что я провел полтора года практически на Закарпатье, я его провел, то есть не жалею. Язык венгерский. Как ты его первый раз услышал и что тебе в нем стало нравиться? В первое время ничего, то есть я не понимал, ну как, я нахожусь как бы в своей стране, да, и я не понимаю, о чем мне говорят люди. То есть, ну, для меня это как-то было, ну, как минимум неправильно. Но потом, когда я тут, ну, пожил, то есть, ну, если здесь люди, ну, так было всегда, то есть, ну, не поменяешь ничего. То есть, ну, люди тут все равно понимают, и украинские, и русские понимают прекрасно, то есть можно свободно говорить, я могу на любом языке спокойно говорить. И они меня будут понимать, и они мне скажут то, которое, ну, мне надо понимать спокойно. Хотя больше процентов, думаю, 60-70 населения тут все-таки по-венгерски, ну, а стача, там, кто русский, кто украинский, но больше русского все равно. И то есть это ломает стереотип, то, который думают люди на Закарпатье, язык, который не поймешь, украинский каким-то, с чем-то. Спокойно можно на русском говорить, тут люди даже больше говорят на русском, чем на западенском. Это не здесь, это не на Закарпатье. Какие были первые слова, которые запомнил и сейчас уже их знаешь и легко можешь говорить? Как ты вспоминаешь первые слова? Сия, Чаколом, Семьевек, Тешик, Немла, Метир, ну, все равно акцент, конечно, есть. Ну, в принципе, я, ну, слов мало знаю, но, в принципе, когда человек уже начинает говорить, я примерно хотя бы суть улавлю, о чем. То есть, если раньше мне надо было все дословно переводить, то сейчас, ну, не все надо мне переводить. Примерно я уже понимаю, о чем человек мне это все говорит. Выучил потихоньку. Хотел бы больше выучить, выучил бы больше. Так, то жизнь необходимая. Девушка, которая тебе близка, она понимает по-венгерски? Ну, она через месяц-два станет венгеркой вообще. То есть, вот так вот, да, то есть, свела меня судьба, вот так вот с венграми никогда не думала, что оно так будет. Ну, да, оно уже будет сдавать, то есть, будет венгерка так. В дальнейшем все возможно. У тебя в нашем городе появились друзья, которые ты чувствуешь, да, это мои друзья. Передо мной стоит. Да, самый главный мой друг в этом городе, это вот Владимир Питкин. Очки предлагать, продавать. Это искусство? Это полезное искусство? Это полезное искусство, но его тоже надо понимать. Это не каждый сможет делать. То есть, это есть люди, которые там, да, они там могут учиться, все там понимать, знать, но это такой вид процесса, который, ну, его надо понимать. К этому надо, ну, быть. Во-первых, это надо любить. То, что ты делаешь, это надо любить. Если ты делаешь это не в удовольствие, а в работу, ну, не будет ничего. Если ты это делаешь, ну, в удовольствие, как я вот это делаю, мне это нравится. То есть, я получаю от этого удовольствие. То есть, мне это нравится. Я, ну, все-таки годы работы, все равно такие опыты, проезженная территория, оно свое помогает. Люди настолько показывают свое непонимание, незнание, свою нерадость, но потом, получив очки, у них счастье появляется. Как ты вспоминаешь первых клиентов? Ну, лучшая продажа, это идет, когда так зашел, это с негатива. То есть, когда ты заходишь к человеку, он начинает говорить, нет, там, туда-сюда. Пока ты с ним не заобщался, просто не показал это, что на самом деле. Потому что люди изначально, которые это не знают, они к этому относятся негативно в основном случае. То есть, это лучшая всего сделка, это лучшая та, которая идет с негатива. То есть, ты заходишь, к тебе идет негатив, но потом этот человек в дальнейшем превращается к тебе очень хорошим знакомым. С которым, так же самое, можешь в городе встретиться, поздороваться, поговорить, там, узнать, как у него дела, как туда-сюда. Это самое лучшее. А так, именно, что так самое веселое, там, или что, так, я даже не скажу. Для меня, ну, в принципе, все одинаковые, то есть. Идут по улице, встречаются и говорят спасибо. Это какое чувство? То есть, это у меня часто. Так же самое, я у себя в Сумах, я пока по центру пройдусь. У меня, здрасте, 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 Артем, вот хорошо, вот зайди еще, вот зайди. А то, ну, дай свой номер телефона, я тебе позвоню, там, маме, папе надо. Это для меня, это уже, ну, не впервые. Я уже привык к этому, я к этому нормально отношу. Приятно, конечно, приятно. Потому что это плод моей работы, например. Если бы я плохо к этому относился, да, то люди бы, ну, не говорили так бы. Они бы, наоборот, в городе меня встретили и говорили бы обо мне плохое. Берегово уже как-то останется в твоих мозгах, в твоем сердце. Как ты думаешь на будущее? Честно, в дальнейшем я хочу, ну, это будет через время. Так как я еще раз повторюсь, у меня все-таки девушка отсюда в Закарпатте, и мы с ней неоднократно говорили, мы не против Берегово переехать в дальнейшем. То есть, начать, ну, что-то свое тут придумать, начать. Я не против этого. Вернуться сюда в Берегово на постоянное. Нет. Я бы не против, бы сюда вернуться на постоянное. Что бы ты пожелал береговчанам, которые остаются все-таки здесь до конца, не уезжают никуда со своей родины, потому что наш город – это наша родина. И мы ждем тебя в нашей родине. То есть, этот город может процветать. Здесь очень много перспектив все в этом городе. Из-за этого, чего я хочу сюда вернуться. Всего самого хорошего в этом городе. Здесь, в принципе, все есть для жизни. Ну, все равно есть, к чему стремиться. То есть, ну, нет предела, совершенства. То есть, есть, к чему стремиться. Господь у нас был в городе. Творец тебе принес сюда к нам. Господь у нас был в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова